Приветствую вас. В первую очередь, да, конфликт, конечно, мог, вне всякого сомнения, повлиять на ситуацию и как-то изменить желание вашего парня целовать вас в губы. Но, во-первых, очень важно понимать, из-за чего был конфликт и как вы его, то бишь, конфликт разрешили, как вы его преодолели и, соответственно, извлекли выводы, сделали ли вы выводы из конфликта, потому что если нет, то конфликт вполне вероятно имеет какое-то влияние на текущее поведение молодого человека. В частности, ну, это вот может быть такое неосознанное охлаждение к вашим губам. Хотя любовь с возможностью или невозможностью поцелуев губы никак не связана. Да, не связана любовь. Потому что любовь это все-таки такое достаточно глубокое и глобальное чувство, оно непосредственно к поцелуям отношения не имеет. Следующий момент – это ваш личный вклад в конфликт, который произошел, и, соответственно, ваши выводы из этого конфликта. Следующий аспект – это тревожность, когда вы чувствуете, что что-то не так, когда вы чувствуете, что что-то, ну, вот, что-то вас не устраивает, и вы тревожитесь, то есть вы боитесь, может быть, что любовь идет, вы боитесь, что отношение закончится и так далее. Вероятно, вы боитесь молодого человека в какой-то степени потерять, хотя, безусловно, я этого наверняка не знаю. Вот. И это тоже нужно обязательно учитывать и обязательно исследовать, потому как из этого, в общем-то, формируется эта история, из этого формируется, ну, вот, то, что вы описываете. В целом, ваш вопрос больше представляет из себя такое гадание, предположение, слишком мало информации, кто-то может связывать взаимодействие с губами и, допустим, ссоры, кто-то нет, кто-то видит в этом связь, кто-то нет, на кого-то это влияет, на кого-то нет. Вот. И не хочется быть банальным, да, поэтому я думаю, что вот лучший вариант, идеальный вариант, если вы молодому человеку, во-первых, озвучите свои мысли, вот, и вместе с ним обратитесь к психологу на беседу, вот. Вполне вероятно, что, пообщавшись вдвоём, вы сможете что-то понять. Или вполне возможно, что вдвоём, пообщавшись, вы увидите, что у каждого из вас есть проблемы и будете работать уже непосредственно, вот, ну, по отдельности. Вот. То есть это всё нужно как-то вот распределить, там, если сейчас, это просто такой, ну, набор определённых фактов, которые представляют из себя предположения, да, какой информации, там, лично о вас, да, о том, из-за чего сорок, как и что, как и чем она закончилась, как молодой человек объясняет, ну, отсутствие, да, свои желания целых вас в губы, что для вас это значит, почему вам прислал в голову мысль о том, что любовь прошла, ну и так далее. Вот. Смотрите, смотрите профили экспертов, выбирайте наиболее подходящего вам специалиста и начинайте работать. Я полагаю, что только так можно решить эту проблему. Удачи вам, всего самого доброго. Ну, всё хорошо. Продолжение следует...